Приветствую вас, дорогие братья и сестры, и очень рад быть сегодня с вами в этом прекрасном собрании, причем собрании, которое посвящено такой вот очень-очень важной теме. Мы размышляем о величайшей трагедии в истории человечества, и в то же самое время эта трагедия обернулась самым великим праздником для всех людей на земле. Действительно, слава Богу, да. И когда мы размышляем о истории Иисуса Христа, то мы видим, что последних три года Его жизни это было служение. Он служил каждый день, Он проповедовал Евангелие, Он исцелял больных, Он указывал на Божие Царство. И Его популярность, она росла из года в год, и последняя черта Его труда вот здесь. Он попадает в руки властей, Его немедленно судят, и здесь мы читаем то, что случилось сразу же после вердикта Верховного Суда. И когда настало время казни, и вот именно в этой истории казни Иисуса Христа мы находим четыре очень важных, интересных урока для каждого из нас. Многие, размышляя об этой истории, видят в ней много слабости, поражения и отсутствия успеха, можно так сказать. Но на самом деле я хочу показать вам, даже более того, доказать вам на основании Евангелия, что в этой истории много Божьей силы, много Божьей надежды и, самое важное, Божие спасение для всех нас. Мы прочитаем Евангелие от Матфея, 27 глава, с 27 стиха по 31, Евангелие от Матфея. «Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в приторию, что значит судилище, собрали на Него весь полк и, раздевшие Иисуса Христа, надели на Него багреницу и, сплетши венец из стерна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость и, становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, говоря, «Радуйся, царь Иудейский!» и плевали на Него, и, взявши трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багреницу и одели Его в одежды Его и повели Его на распятие». Первый урок, который я хочу показать вам в этом отрывке сейчас. Тот, кого, как вы видите, обзывали царем, на самом деле царь. Тот, кого обзывали царем, он действительно есть царь. Техника обращения с подсудимыми в те времена была настолько жестокой, что человек был полумертвым после избиения. А потом еще, после вынесения решения суда, его снова избивали. Иисус пережил и первое, и второе. Люди не просто бьют тебя, нет. На самом деле они унижают человека, унижают его достоинства, как только это возможно. И мы читаем в этом тексте вот все эти детали унижения Иисуса Христа, которого судят, что Он якобы называл себя царем иудеев. Мы видим, его раздевают, а потом на плечи бросают красную ткань. Это одежда царя. Потом берут терновник с колючками, сгибают эти ветки, делают корону и садят ему на голову. Дали ему в руку палку наподобие скипетра царя. Падают перед ним на колени, смеются, бьют его по этим терновникам, колючкам на голове, палкой. И самый последний штрих – это вот эти крики, издевки. Они кричат Христу – радуйся, царь иудейский. То есть, другими словами, мы приветствуем тебя, царь иудейский. Они еще не знают правды. Все эти люди не знают правды, потому что перед ними на самом деле царь. Об этом знает Иисус, которого унижают. Об этом знают Матфеи, который пишет нам Евангелие. Об этом знают читатели, об этом знаем мы с вами, братья и сестры во Христе. Потому что перед 27 главой написано 26 глав Евангелия от Матфея. И самое начало этого Евангелия написано – родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. И далее родословие Христа, оно выстроено так, чтобы центральные 14 предков охватили всю историю царской династии Давида. Скажите теперь, кто перед ними находится сейчас, которого унижают, которого бьют? Царь! Из самых первых стихов начинается перекличка во всем Евангелии, перекличка царственности Христа по всем главам, по всем темам, по всем разделам. Иоанн Креститель объявляет о приходе Царства Божьего и объявляет Христа. Иисус объявляет о приходе Царства Божьего. И потом все притчи Иисуса в главной роли. Царь в этих притчах – это и есть сам Иисус. И вот в самом конце жизни Иисуса на суде у правителя первый вопрос, который звучит подсудимому. Вы помните этот вопрос? Ты ли царь иудейский? И что ответил Иисус? Да, ты сказал. Но вот этот Царь, Иисус Христос, он совершенно не похожий на всех других царей на земле. И в те времена, и в наши. Совершенно другой Царь. Мы читаем в Новом Завете, что Иисус – Царь не только иудеев, но и Царь всех народов. Обратите на это внимание. Царь всех народов. Написано, пред Ним, пред Иисусом, преклонится всякое колено и всякий язык. И английский, и русский, и немецкий, и еврейский. Всякий язык будет исповедовать, что Иисус Христос кто? Господь. Царь. Того, кого обзывают Царем. На самом деле Царь, друзья мои. И насмешники однажды, на самом деле поклонятся Иисусу. Те, которые смеялись, те, которые унижали, те, которые били, признают, Он есть Царь. Это Царь, который не имеет войска. Который не управляет диктаторской властью и силой, подавлением. Нет. Он совершенно другой. Иисус учил учеников. Помните, князья народов господствуют над ними, вельможи властвуют людьми. Но между вами да не будет так. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И поэтому на кресте Иисус царствует. Он тот Царь, который начал свое правление с креста. И это первый урок. Второй урок креста. Совершенно бессильный человек, слабый на первый взгляд, на самом деле, на самом деле, самый сильный из всех людей на земле. Посмотрите, Иисус сейчас в этом Евангелии Матфея, в этой 27 главе, совершенно бессил. Вот несколько доказательств. Посмотрите, 32 стих. «Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. В те времена приговоренный должен был нести поперечину креста на себе до самого места казни. Вертикальный столб уже ждал там, и когда ты принес свою поперечину, ее прибивают на крест, тебя привязывают или прибивают к кресту. Но посмотрите, Иисус настолько обессилел, что не мог даже поднять этой деревянной балки. Он ослабел. Далее мы приходим на Голгофу, где Иисуса прибили уже ко кресту, и обычно на картинках, может быть, на иконах изображают людей с набедренными повязками. Но вы знаете исторический факт. Римляне никогда не казнили людей с набедренными повязками. Они казнили людей обнаженными, полностью голыми, чтобы был абсолютный позор, неважно, мужчина ты или женщина, чтобы все смеялись над тобою. Наш Иисус Христос был там полностью без одежды на кресте. И доказательство этому в 35 стихе. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий. 36 стих. И сидя стерегли его там. Казалось бы, маленькая деталь. Зачем стеречь того, кого уже распяли? Но вы знаете, еще несколько лет назад, до казни Христа, римские солдаты не стерегли преступников. распитых на крестах. Они просто прибивали их ко крестам и уходили домой. Работа выполнена. Но потом оказалось, что ночью приходили родные, друзья, близкие люди и спасали со крестов полуживых страдальцев. И тот преступник выживал. Поэтому в последнее время, именно во времена Христа, солдаты должны были следить за казненным до тех пор, пока он не умрет. Это значит, друзья мои, что у нашего Господа Иисуса Христа не было даже никакой надежды на спасение со креста. И теперь мы слышим насмешки, издевательства, 39-й и 40-й стихи, проходящие же злословили Христа, кивая головами и говорили, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, и святый Сын Божий, сойди со креста. Мы с вами не так удивляемся словам Христа, потому что сегодня дома в наши времена могут быть построены буквально за считанные дни. Есть даже целые принтеры, которые печатают дома, и это настоящие дома, в которых можно жить. Но вот в те времена, две тысячи лет назад, любой храм или собор строился годами и даже веками. А уж иерусалимский храм строили еще сложнее. Камни запрещено было обтесывать в Иерусалиме, поэтому их высекали из скал в далеких карьерах, потом уже везли в Иерусалим. И вот здесь люди зацепились за это пророчество Иисуса Христа, смеясь над ним, разрушающий храм и в три дня восстанавливающий. Ну, покажи свою силу. Ты же говорил это. Давай, соверши это чудо. И мы читаем Евангелие от Иоанна. Во второй главе Иисус сказал, разрушьте храм, сей я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, а ты в три дня воздвигнешь его? Это было очень странно, непонятно для евреев, когда они слышали подобно из уст Иисуса Христа. Но и Иоанн продолжает эту тему, и в конце Евангелия он пишет, когда же воскрес Христос из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус, потому что он говорил о храме тела своего. храм. Это было единственное место на всей земле, где человек мог встретиться с Богом. А теперь Христос, наш Господь, наш Царь, наш Спаситель стал этим местом встречи человека с Богом. И когда люди смеются и говорят, сойди со Креста, докажи свою силу, Христос знает, евангелист Матфей знает, читатели Евангелия знают, и мы, братья и сестры во Христе, знаем, что именно в своем бессилии он умрет и восстанет на третий день в неизмеримой силе и власти, чтобы стать храмом встречи Бога и людей. Человек совершенно лишенный силы там, на Кресте, наоборот, самый сильный на земле. И это второй урок. Третий урок. Креста. Тот, кто не мог спасти себя, спасает всех. Мы читаем 41 стиха. Подобно и первосвященники с книжниками, старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя спасти не может. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдется креста, уверуем в него, уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сам сказал, я Божий сын. Так же и разбойники, распятые с ним, ругали Иисуса Христа. Иисус не смог спасти себя. А ведь еще в первой главе Евангелист Матфей говорил нам, вспомните Рождество Иисуса, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус. Почему? Ибо он спасет людей своих, от грехов их. И Иисус буквально означает спаситель. С самого начала Евангелия нам с вами, дорогие, объявлено, что речь пойдет о спасителе Иисусе, который спасет людей от грехов. Нагорная проповедь, исцеление людей, воскрешение мертвых, проповедь Божьего Царства. Все, буквально каждый шаг, каждый день, абсолютно все делал Иисус только для одной цели. Послужить нам, людям, чтобы нас спасти от грехов. Он пришел для этой цели. И вот сейчас на кресте Иисус слышит эти издевательства. Других спасал, а себя не может спасти. А давайте представим, что бы случилось, если бы Иисус ответил бы на эту просьбу людей и сошел бы со креста. Как вы думаете, поверили бы в Иисуса все эти люди? Ну, я думаю, наверняка бы удивились, да? Потом нашли бы какое-то объяснение, а потом бы и забыли. Иисус знает. Евангелист Матфей знает. Читатели Евангелия знают. И мы, братья и сестры, во Христе, мы знаем, что Иисус, Он, если сойдет со креста, Он нас не спасет. Если Он сойдет со креста, не будет никакого чуда искупления человечества. Именно тем, что Иисус остался на кресте, будет добыто драгоценное искупление для нас с вами и совершено самое большое чудо на земле – примирение Бога с человеком. Не спасший себя, Христос умер, праведный за неправедных, чтобы спасти таких, как я и мы. Четвертый урок и последний в этом тексте 45 стиха человек безнадежно восклицающий, полон надежды на Бога. Я хочу вам это показать. Посмотрите. 45 стих. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом «Или, Или, лама савахвани!» То есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших там, слыша это, говорили, «Илию зовет он!» И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его?» Иисус же опять возопив громким голосом испустил дух. Скажите, дорогие мои, надеялся ли Иисус на Бога в этот последний момент? Или же он полностью лишился этой надежды? Некоторые говорят, если человека долго мучить, пытать его, то из него выйдет всякая надежда, и останется только пустота и отчаяние. Но так ли было на кресте с нашим Господом Иисусом? Вот вокруг люди слышат эти слова, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И кажется, на первый взгляд, действительно так кажется, что Иисус потерял надежду, что Иисус совершенно опустошен. Но на самом деле, дорогие мои братья и сестры, я хочу вдохновить вас, на самом деле это не так. Иисус знал обо всем, что произойдет на кресте от самого начала. Он говорил, «Я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для чего? Для искупления многих». Он еще от создания мира знал, что ему придется пережить на кресте. Для Христа все, что происходило там, на Голгофе, не было удивлением или новостью. В Гефсимании, и мы слышали в стихах сегодня, Он восклицал, «Не моя воля, но Твоя да будет!» Он ни на секунду не сомневался в Отце, Он уповал на Отца, на Бога. И они вместе, и Отец, и Сын шли по общему плану, по совместной договоренности, шаг за шагом. Они совершали подвиг ради нашего спасения. И вот наступает самый черный момент, когда кажется, Бог отвернулся, не слышит Сына. И Иисус опять возопив громким голосом и спустил Дух. И что мы читаем дальше? Посмотрите, 51 стих. «И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху, донизу, земля потряслась, и камни расселись, и сразу же люди получили вот этот доступ, открытый доступ к общению с Богом». Иисус знал, что делает. Когда мы читаем эти слова Иисуса на кресте, «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это не слова отчаяния, поверьте мне, это слова полные надежды. Он знал, что Он делает. Именно тем, что Он останется на кресте, брошенный всеми друзьями, учениками, даже Отцом Небесным. Иисус понес проклятие, гнев, суд Бога. Вместо нас Он умирал там. И Он таким образом победил. Вот с какой скрытой надеждой звучат загадочные слова Иисуса. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Сын Божий остался там без ответа, без всякой жалости и милости, чтобы Бог мог ответить каждому из миллионов и миллиардов спасенных людей, «Сын мой, войди в радость Отца, будем вместе веселиться всю вечность». Иисус кричал, «Боже мой, для чего? Для чего ты меня оставил? Чтобы мы с вами, дорогие мои, всю ни разу не сказали этих слов, потому что Отец, наш Господь и Бог ни разу не оставит нас, потому что Он оставил Христа на кресте. Он плачет, Он рыдает, Он кричит, чтобы ты, мой дорогой друг, брат и сестра, никогда не плакал. Он победил смерть, чтобы она не имела над тобой никакой власти. человек на кресте, доверявший Богу больше всех людей на земле, был в отчаянии, был в боли, чтобы мы были прощены, чтобы мы с вами были оправданы, искуплены и усановлены Богом». И этот черный крест, эта боль страданий учит всех нас вот таким четырем урокам, четырем истинам, без которых ну нельзя просто жить, нельзя верить. Он показывает настоящего царя, этот крест показывает настоящую силу, этот крест показывает настоящее спасение и этот крест показывает самую настоящую надежду. Аминь. Приглашаю нас к молитве братья и сестры, обращайтесь к Богу и в заключении помолюсь я. Аминь.